Здравствуйте! В эфире местное самоуправление, программа о деятельности столичных властей и я, ее ведущая, Данифа Тагирова. Сегодня состоялось очередное 24-е заседание Чебоксарского городского собрания депутатов. На утверждение народным избранникам было представлено 20 проектов. Столичные парламентарии внесли изменения в бюджет города, утвердили правила благоустройства столицы. Отдельным проектам решений уделили особое внимание. Хаотично расставленные ларьки и киоски сегодня реже встречаются в Чебоксарах. К объектам временной торговли предъявляются серьезные требования. Одно из них – к внешнему виду самих ларьков и киосков. Еще в конце лета в Чебоксарах была проведена инвентаризация нестационарных торговых объектов. Сегодня администрация города продолжает работу по их систематизации, и проблем здесь немало. Загруженность торговыми объектами, нестационарными, по виду деятельности обязательно просматривают. То есть, если в одном и том же месте будет 4 магазина цветов, скажем так, то, естественно, это нецелесообразно. Поэтому это нецелесообразно как для города, так и для предпринимателей. Поэтому вот этим у нас занимается отдел торговли, они все это контролируют. То есть, этот процесс сейчас будет продолжаться? Этот процесс, он живой, он всегда будет продолжаться. Там ничего нового в этом нет. Единственное, что у нас город, как живой механизм, да, сегодня что-то добавляется, что-то убавляется. Мы не стоим на месте, время бежит вперед. И поэтому это будет не только в этом году, но и в последующих годах. Возникают сложности с теми, кто работает без договора аренды. Некоторые не просят уключить его, но их торговый павильон просто-напросто отсутствует в схеме размещения. Здесь муниципалитет идет навстречу. Сейчас в проекте у нас в основном заложены те нестационарные объекты торговые, которые в прошлом году не были включены. Но в этом году мы все-таки решили их включить, потому что были просьбы и самих горожан, жителей, которые вблизи этих нестационарных торговых объектов находятся. Сами предприниматели выходили. Проект подготовлен, но мы еще чувствуем, что будем туда вносить кое-какие корректировки. Еще одна проблема – торговля товарами, которые вроде как сопутствующие, но не соответствующие профилю. Как правило, это табачная продукция и галантерейные товары. Кроме того, возникают претензии к эстетическому виду торговых точек. У депутатов есть интересные предложения. Правда, пока народные избранники не знают, как быстро их можно воплотить. Мы хотим, чтобы у нас были красочные остановочные павильоны, где бы еще были объекты торговли. Но давайте смотреть прямо в глаза. Не на всех остановках, во-первых, это можно применить. Это раз. Во-вторых, они должны быть, скорее всего, архитектурно-однотипными. На сегодня отдел архитектуры разработал проект, как должны выглядеть все объекты мелкой розничной торговли. Наши требования со стороны отдела архитектуры следующие. То есть мы на сегодняшний момент разработали направление, в каком должны по эстетическим требованиям выглядеть все эти объекты мелкой торговли. Это киоски, павильоны. То есть наше основное требование какое? Это использование современных материалов, использование современных способов формообразования. То, что нестационарные торговые точки не могут быть одинаковыми, в управлении городостроительства понимают. Клонировать киоски никто принуждать не станет, учитывая, что у каждого объекта свои задачи, свое место размещения и своя покупательная аудитория. Единственное, чтобы эстетика малых архитектурных форм была единой. Мы не сторонники разрабатывать что-то, допустим, один тип киосков, один тип павильонов. Потому что, сами знаете, у нас сегодня потребителей этих малых форм очень много. У каждого свои задачи, у каждого свои места размещения. Кто-то, допустим, где-то за городом размещается, или там в пределах, скажем, спальных районов. Кто-то в исторической части. Поэтому требования какие-то одни мы не можем выставить, и даже это не нужно. Но у нас единственное требование, чтобы эстетика этих малых архитектурных форм была единой в каком плане. То есть, опять-таки, я еще раз повторюсь, современные материалы и современные формы образования этих павильонов. Но еще можно посмотреть. Мы подготовили серию картинок, скажем так, в каком направлении двигаться дизайнерам, к которым будут обращаться предприниматели, которые будут заново размещать какие-то объекты. И согласно этим, скажем так, направлениям, они уже могут работать. И у нас уже как бы получается это. То есть, уже вот есть, допустим, три объекта на основании наших направлений, они уже разработаны. И они, в принципе, я считаю, что довольно-таки получились интересными. Для большей наглядности нам показали несколько эскизов. Вот от чего должны будут отталкиваться будущие предприниматели. И сейчас я вам пролистаю сначала то, что вот как бы мы задаем задачу, и уже покажем пример, который уже наши проектировщики, скажем так, отработали по одному объекту. Именно шли поиски при помощи наших, скажем так, подсказок, в каком направлении двигаться. И вот уже пришли к конечному варианту вот к такому. Стоит напомнить, что, как и прежде, остается ограничение по продаже определенных видов товаров. На сегодня, естественно, нельзя размещать киоски с пивом и табаком около детских садов и школ. Комплексная программа развития общественного пассажирского транспорта города на заседаниях постоянных комиссий обсуждалась не раз и не два. И всегда оживленные горячо. Надо ли отказываться от транспорта малой вместимости, где взять средства на реконструкцию уличнодорожной сети, а также ряд других вопросов не теряет своей актуальности. Разработанная концепция дальнейшего развития пассажирского транспорта включает в себя множество новшеств и предложений. При этом авторы понимают, что утверждение документа вовсе не означает точку в работе над ним. В эту программу мы в любое время можем внести изменения по поводу финансирования, изменений каких-то схем движения, каких-то еще других вопросов. То есть тут таких проблем нет. Если будут какие-то предложения, то, естественно, мы будем вносить эти изменения в схему. Эти предложения призваны повысить качество работы пассажирского транспорта в городе и снизить напряженность на дорогах. Однако горожанам придется позабыть о некоторых видах транспорта. В этой программе основная часть упор делается, чтобы с нашего города были, как бы сказать, заменены автобусы малой вместимости на среднюю и, естественно, большой вместимости. Сейчас в процессе согласования финансирования первого этапа программы реорганизации уличнодорожной сети, которая станет базой для развития новой маршрутной схемы. Определяются приоритеты, а также возможность привлечения к финансовому участию частных перевозчиков. Если мы хотим оставить частных инвесторов на рынке, если мы хотим этого, то в любом случае вложение необходимо. В противном случае мы никогда не уйдем от машин 13-семестных, 18-семестных. У нас так и будет город, дороги заполненные. В любом случае все возникающие вопросы будут согласовываться в администрации города. Горожанам остается лишь ждать изменений на практике. Именно в процессе могут появиться новые нюансы, которые депутаты совместно с разработчиками будут вновь обсуждать и вносить новые корректировки. Добавления, изменения надо будет вносить. И мы их будем вносить, когда будем рассматривать ежегодно отчеты по выполнению вот этих мероприятий, которые проходят по программе ежегодно. Естественно, программа как бы не догма, и она подлежит и дополнению, и изменению. Можно критиковать, можно много и долго о ней говорить. Я считаю, что изъяны, наверное, они в любой программе будут. Совершенства, как говорят, нет предела, но эту программу мы должны принять. До конца года в каждой третьей школе Чувашей завершится модернизация. В них установят новую систему питания, оснастят учебные кабинеты современным оборудованием. О том, что уже сделано в столичной школе номер 18, совместно с депутатами узнавал глава столицы Леонид Черкесов. В этом году 18-я общеобразовательная школа отмечает юбилей. 40 лет здесь получает знания дети Юго-Западного района. Директор школы признается, то, что образовательное учреждение попало в программу модернизации, очень своевременно. Да, школа нуждалась в ремонте, и этот вопрос неоднократно обсуждался и на родительских собраниях. И на управляющем совете органисты выделили деньги на ремонт нашей школы. Хотя, надо сказать честно, что нам выделили достаточно серьезную сумму, но в связи с тем, что школа не ремонтировалась капитально до этого, у нас еще остались вопросы и проблемы места, которые бы требовали дополнительной поддержки. Из республиканского федерального бюджета на ремонт и оборудование выделили более 5 миллионов рублей. Леонида Черкесова интересовали все статьи расходов. Теперь школьная столовая оснащена полным комплектом всего технологического оборудования, которое позволит обеспечить качественное и разнообразное меню для школьников. Современный пароавтомат, духовые шкафы, протерочная машина, новая красивая линия раздачи, которая вызывает особое восхищение у ребят. На этом перечень ключевых дел не заканчивается. Занимаются физической культурой ребята в новом спортзале. Здесь заменили оконные блоки, покрасили стены, завезли новый инвентарь. В уходящем году на модернизацию образования в республике предусмотрено 886 миллионов рублей. Это в три раза больше, чем в 2011 году. В результате 70% школ, а это каждая третья школа, будет соответствовать нормативным требованиям. Капитальный ремонт не обошел стороной общественную приемную, которая есть в 18-й школе. Новоселье здесь отмечают сразу два депутата – Чебоксарского городского собрания и Госсовета республики. Общественная приемная в 18-й школе работает уже два года. Однако сегодня здесь справляет новоселье. Теперь приемную будут делить два депутата. Взаимодействие с населением, прежде всего с ТОСами, здесь налажено хорошо. Вопросы горожан-активисты ТОСов доносят до депутатов незамедлительно. Мы уже начали активно работать с депутатом нашим Андреем Евгением Николаевичем. Какие-то вопросы уже решаются, какие-то у нас в перспективе ставятся. Обращений у нас бывает много, бывает и глобальные, бывает и мелкие. Но в основном вопросы уже решаются. Вот, например, глобальный вопрос у нас, стоял вопрос об очистке реки Чебоксарки. Вот эта работа, значит, она трудоемкая, объемная, но уже работы начались. И уже видны некоторые результаты. Работа приемной идет по двум направлениям. Во-первых, это конкретная помощь конкретным людям. Во-вторых, это анализ всех обращений и выявление проблем, для решения которых нужно принимать серьезные меры. С населением в общественной приемной теперь будут работать депутат Госсовета Николай Николаев и депутат Чебоксарского городского собрания Евгений Андреев. Также для профессиональной помощи здесь привлекаются другие специалисты. Мы предоставляем сейчас бесплатного юриста уже в течение двух лет для конституционных мероприятий. Эту работу мы сейчас усилим для того, чтобы население напрямую работало непосредственно со специалистами и принимало меры решения, правильные решения именно в той области, которым необходимо. В приемную люди зачастую идут, когда обратиться больше некому. В таких случаях помочь стараются как можно быстрее. Но есть и негорящие нужды, удовлетворение которых вклад в развитие всего округа. Мы только что были в уютном, красивом актовом зале. Многие коридоры, кабинеты были отремонтированы. На самом деле, большая работа была проведена. Пассатор навели, асфальтировали. Я надеюсь, что у нас эти преобразования в школе не закончатся. На юбилей школы мы с Евгением Николаевичем еще дарим новое медицинское оборудование для медицинского кабинета этой школы. Теперь в этой школе будет современный медицинский кабинет. В перспективе у нас еще отремонтировать малый спортзал, поселить борцовский ковер, который тоже будет подарком для этой школы. И открыть здесь секцию вольной борьбы. Касательно частного сектора были просьбы по поводу очистки реки и реализации ремонта мостов. Частично эти мероприятия провели. В бюджете деньги уже заложены. И на следующий год, возможно, будут проведены еще определенные мероприятия. Касательно жилого фонда. Здесь в части микрорайона проведены ремонты кровли, ремонты водоснабжения канализации. Некоторые дома в план ремонта несколько домов попало. На следующий год, соответственно, планируется еще частичный ремонт некоторых домов. По большому счету, многие обращения, которые есть, они реализовываются. Графики приема граждан будут регулярно публиковаться. А эффективность работы обеих приемных оценивается по понятным критериям. Решаются или нет проблемы жителей Юго-Западного района столицы. Это все на сегодня. Программа «Местное самоуправление» и я, Дани Фатагирова. Прощаемся с вами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова